Гарантии от Министерства обороны бойцам ЧВК не нужны. Контракт с ведомством Сергея Шойгу подопечные Евгения Пригожина подписывать не будут, несмотря на аргументы президента, заявил в среду основатель и шеф подразделения. Напомним, что накануне во время встречи с так называемыми военкорами Владимир Путин заявил, что для вагнеровцев лучше будет подписать контракт с Минобороны. Это гарантирует наемникам социальные выплаты от государства. Пригожин ответил отказом. У меня 20 тысяч убитых. Они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем. Министерство обороны — это важный государственный орган, важная структура. Но если она приватизирована, группа частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении. Немалую роль в противостоянии между Минобороны и наемниками, как считают эксперты, играет личный конфликт между Шойгу и Пригожиным. Он тянется еще со времен сирийской кампании, в которой также принимали участие бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сам Пригожин недавно рассказал в одном из интервью. Тем не менее, ценность этого конфликта не стоит переоценивать, отмечает политолог Константин Калачев. Абсолютно ясно, что все, что происходит, происходит с ведомого интереса Владимира Путина. То есть ему нравится эта внутренняя конкуренция. Он сторонник системы издержек и противовесов, и мотиваторов, мотивации внешних. И Пригожин мотивирует Шойгу. В свою очередь, Путин, который, наверное, не очень доволен действиями Министерства обороны последние полтора года, видимо, рассчитывает, что Пригожин выступит в роли своего рода катализатора. То есть как раздражитель, как катализатор, он должен содействовать, способствовать тому, чтобы эффективность и качество управления Министерством обороны и российскими войсками повысились. В ситуации с контрнаступлением ВСУ перед Путиным стоит выбор. Либо идти по сценарию эскалации, который предлагает Пригожин, либо вести войну на истощение Запада, выводя к переговорному процессу. Судя по всему, в данный момент Путин избирает второй вариант. Отмечает политолог Николай Петров. В этом смысле, мне кажется, нужда в Пригожине и в ЧВК на сегодня меньше, чем это было некоторое время назад, когда надо было затыкать дыры. Но я думаю, что та ситуация, когда есть какая-то система квази-сдержек и противовесов, и когда есть всегда какая-то страшилка, которая руководству Министерства обороны может грубо и жестко говорить то, что сам Путин так жестко сказать не может, хотя, надо полагать, во многом разделяет пафос Пригожина. Напомним, что 10 июня Шойгу приказал всем добровольческим формированиям подписать контракт с Минобороны. Первым документ подписал чеченский отряд «Ахмат». В соответствии с приказом, контракты должны быть подписаны до 1 июля.